Друзья, сегодня у нас вебинар, мы должны уложиться два часа, по некоторым причинам. Два часа много, можно сказать. Поехали. Так, вебинар 186. Перед вами саженцы, которым пошел третий год. Растут плохо, они на глинистой почве. Перед вами и эта косточка была академика, и эта косточка была академикой. Давайте сравнивать листья. Почувствовали, что это две большие разницы или не почувствовали? Вот. Для чего я это говорю? Надо прожить еще 2-3 года, дождаться урожая. Поздно спохватился. Когда мне исполнилось 79 лет. Когда мне исполнилось, я тогда спохватился. Да что ж это делается? Караул. Караул. Мои ученики из косточек абрикосов разных сортов вырастили. Прекрасные плоды. Прекраснейшие. Вот. Они умыли не я, а мои уважаемые ученики. Не все ученики, а просто толковые садоводы. Из моих косточек достигли невероятного успеха. Вот. Значит. А я отстал. Буду догонять. Что делать? Это вот моя, так сказать, реплика на... Овлек десяток таких. Вот. Персики. Вопрос был такой. Буду продавать косточки персиков. Сколько есть, продам. Так. Итак. Наши соседи. В общих чертах в нашем непонятном латвийском климате. В прошлом году было засушливое лето 25-30. В этом году 10-12 дождем. С сильными ветрами. Хорошо. У нас тут абрикосы королевские, персиковые, фаина, академик, жердель, манчжурцы. Персики хасанские. Прекрасно. И привитые. И сельцы. Вишневолочная сейчас хорошо. Хотя штамповая подмерзла. Но может отойдет. Штамповая имеется в виду вишня. Вот. Подмерзла. Это самая мрастейка в мире вишня. Может быть другая какая-то причина. Но. Жаль, мне отсюда не видно. Латвий далеко. Сливы, ника и китайки тоже прекрасно растут. По яблоням все порты и груши. Вы прислали. Те растут хорошо. Ой, какая благодать. Даже не верится. Некоторые груши в этом году цвели. Спасибо, Валерий Константинович, вам за создание моего сада. Без ваших советов и обучения мне ничего не получилось бы. И вот момент такой. Вот эта фраза. Люди за саленцами стоят в очереди. Потому что все округи, нет ни у кого ничего подобного. Вот. И еще не все. Значит. Мульчирую вокруг деревьев свежескошенной травой. А, чешку, ранней весной. Так, чтобы не пострадала корневая шейка. В середине лета трава перегнивает. И вокруг дерева остается перегной. Как раз на подкормке деревьев. Делаю так второй год. И заметил, что деревья, которые стояли на месте, сразу стали второго добавлять в росте. Дальше учеба, ребята. На южной стенке сделаю навес. И на зиму оттягиваю стрейч пленкой. К наступлению лета пленку снимаю. Там растут нектарина и зерные персики. Ред хевен. Ред хевен это тоже персик. Завязались первые плоды. Примаю на лучу. Поняли, да? На лучу в 2021 году. Зиму пережили прекрасно. Итак, мы имеем учебный снимок. Согласитесь. Капитальная работа. Вот. Видите? Здорово, да? Заглянем внутрь. Заглянули. Увидели персики. Еще раз увидели персики. Крупный план. Немножко смущает мульчирование. Вы вроде бы сказали, что не задевает. Такая корневая шайка. Ну, я вас немножко с подозрением смотрю. Вот. Вот несколько фотографий. На них вот такие вот первые завязавшиеся персики. Я вас поздравляю. Так. И еще я увидел. А я же нудный, врядный, противный. Вот. Зараз со мной связались. Я что увидел? Я увидел ваши саженцы, привитые в горшках. Вот. Наверное, есть, бывают случаи, когда оправдывается именно вот эта промежуточная транзитная посадка. Я так и называю транзит. Вот. С пересадкой. Лучше бы они делать, лучше бы сразу на постоянное место. Возможно, вас оправдывают то, что, может быть, в планах посадить только на следующий год. Вот. И все-таки, все-таки, все-таки. Ну, я же говорю, что я противный. Видите? Вот. А может быть, они тут потихонечку, это, соплевают? Нет? Я бы чуть-чуть мучил бы от горлов. Ну, теперь, надеюсь, вы мне не обиделись. Надеюсь, не приведет к международному конфликту в Сатвии. А тем более, я сейчас делаю заявление. Вполне официально. Итак. Я же делаю заявление. Я объявляю экспансию. Я со своими сортами и своей технологией завоевываю в соседние страны. Вот. И чем больше будет вот таких вот квадратных метров, соток, тем больше будет принадлежать моим сортам, моим клонам, моей технологии, тем больше я это самое внедрюсь на вашу территорию. Это я про Казахстан, Украину, Белоруссию, Прималтийские страны и так далее. Немножко был случай, я перешел немножко в Словакию, я перешел в Израиль, я немножечко захватил кусочек, это самое, а уже начинаю забывать, о Швеции и Финляндии кусочками завоевываю, пусть по нескольку метров. Это моя экспансия. Вот. Почему? Потому что мы с вами, друзья, будем воевать и спорить только в садах. и только в садах мы будем дружить, 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 дружить. Вот. Поняли, да? Ну, что я сделал на всякий случай? Я не назвал ни имени, там было имя, был телефон. Вот. И вы поняли, и это меня даже предупреждали, не все хотят светиться. Такие наступили времена. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!